ЧМ-2018 в России Царский подарок Путину Пилар Боннет Эл Паис, Испания 14 июня 2018 года После черной полосы к российскому лидеру Владимиру Путину пришла белая Российский лидер набирает силу, благодаря разногласиям на Западе, успеху в Сирии, росту цен на нефть и улучшению международной обстановки Накануне чемпионата мира по футболу в России Владимир Путин выглядит довольным Он пообещал спортсменам, болельщикам и туристам радушный прием и укрепляет свое положение на международной арене Западные оппоненты по сравнению с Путиным выглядят непоследовательными, раздираемые внутренними ссорами, что идет только на руку российскому президенту Американский президент Дональд Трамп стал настоящим героем на саммите Большой Семерки в Канаде Трамп отжег по-крупному, предложив вернуть туда Россию По словам Трампа, Большая Семерка, которая ранее была Большой Восьмеркой и которая выгнала Россию, должна вернуть Россию, поскольку она нужна за столом переговоров Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе саммита сказала, что Трамп изложил свои аргументы в пользу возвращения России, но сочла их неубедительными В 1997 году клуб самых богатых стран расширился за счет включения России и стал Большой Восьмеркой В 2014 году члены элитного клуба исключили Путина из его состава в наказание за аннексию Крыма и военное вмешательство на востоке Украины За последние четыре года военный конфликт на Донбассе был в центре внимания всех зарубежных СМИ Однако Трампу, после его избрания главой государства, удалось затмить украинскую проблему посредством твитов, которые теперь определяют американскую внешнюю политику Мы узнаем об отношении Трампа к расширению влияния России в Сирии, неудачной политике Киева по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, экономическому кризису, коррупции и сообщений президентского твиттера Каунта На другую сторону весов поставлен отказ от пересмотра политики Запада в отношении Москвы Сторонники такой политики в качестве аргумента приводят возрастающий в России дух милитаризма и национализма Украина преподносится как пример того, чего должны опасаться бывшие советские республики, которые Москва включила в сферу своих жизненно важных интересов К этому следует добавить опасения Вашингтона и Евросоюза, что Москва пытается вмешиваться во внутреннее дело и избирательные процессы других стран Путин не пошел на уступки в отношении Украины, за исключением прекращения боевых действий на Донбассе Российский президент по-прежнему поддерживает пророссийских сепаратистов и использует их как инструмент давления на Киев Что касается Крыма, то Кремль считает законным аннексию полуострова и не собирается обсуждать этот вопрос с кем бы то ни было, во всяком случае, в настоящее время С точки зрения международного права, Крым принадлежит Украине В действительности происходит стремительная интеграция полуострова с Россией С открытием в середине мая Крымского моста, который был построен в кратчайшие сроки, десятки тысяч автомобилей теперь могут попасть из Краснодарского края в Крым, миную морскую переправу Призывы российской либеральной оппозиции бойкотировать ЧМ-2018 в ответ на аннексию, как и ранее звучавшие призывы бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи в феврале 2014 года провалились Прагматичное европейское деловое сообщество в течение многих лет оказывает давление на свои правительства, чтобы добиться отмены санкций в отношении России Позиция сторонников отмены санкций усилилась на фоне протекционистской торговой политики, проводимой Трампом, который угрожает разрушить большую семерку и превратить ее в большую шестерку плюс один Примечательно, что Путин делает ставку на развитие торговых связей с азиатскими странами, в первую очередь с Китаем Случайно или нет, но государственный визит Путина в Китай с саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао совпал с проведением саммита Большой Семерки в Канаде Путин, отвечая на вопросы российских журналистов о предложении Трампа вернуться в Большую Восьмерку без всякого сарказма заявил Мы из нее не выходили Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас, в Москве Ранее официальные представители Кремля заверили, что Россию больше не интересует Большая Восьмерка Гораздо больший интерес представляет формат ШОС, БРИКС, а также Большой Двадцатки Путин сравнил Большую Семерку и ШОС, подчеркнув, что страны Шанхайской организации сотрудничества по совокупной экономике превосходят государство Большой Семерки Их развитие имеет важное значение для всего мира Путин весьма корректно отреагировал на дискуссию Трампа с премьер-министра Канады Джастином Трюдо Рассуждая о Евразийском экономическом союзе, куда входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения Российский лидер отметил, что между ее членами есть споры И не всегда та или иная страна тут же подписывает соглашение Это обычная практика, и ее надо принимать спокойно и без иронии Российский лидер вновь подтвердил свою заинтересованность в личной встрече с Трампом Которого он оценивает как вдумчивого человека, который умеет слушать И заверил, что он готов немедленно приехать на переговоры, как только американская сторона будет готова к этому Следует отметить, что лидеры России и Китая подтвердили в Пекине свою готовность соблюдать правила мировой торговли, разработанные в мире и принятые всеми Президент России Владимир Путин призвал страны Большой Семерки прекратить творческую болтовню об отравлении британского агента Сергея Скрипаля в Солсбери и перейти к реальному сотрудничеству Примером такого сотрудничества, несомненно, могут служить отношения, которые сложились между лидерами России и Китая Они не только на день рождения пьют водку и едят колбасу, но и награждают друг друга государственными наградами Президент России Владимир Путин наградил председателя КНР Сицзиньпина орденом святого апостола Андрея Первозванного Российский лидер в свою очередь стал первым главой государства, которому был вручен орден дружбы КНР Республики